Беседа 53, 544, 15-32. Иисус же призвал учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, неевшими, не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И прежде Христос, намереваясь сотворить подобное чудо, сперва исцелил страждущих телесными болезнями. И теперь делает то же самое. Приступает к чудодействию после исцеления склепых и хромых. Почему же тогда ученики сказали, отпусти народ, а теперь этого не сказали, хотя прошло уже три дня. Или сами стали уже лучшими, или видели, что народ не слишком чувствовал голод, славя Бога за оказанное ему благодеяние. Но смотри, как Христос и теперь не просто приступает к чудодействию, но вызывает на него учеников. Народ, пришедший для исцеления болезни, не осмелился просить хлеба. Но Христос, будучи человека любив и попечителен, дает и не требующим, и говорит ученикам, «Жаль мне народа, отпустить их, неевшими, не хочу». Но чтобы кто-нибудь не сказал, они пришли с запасом хлеба, Христос говорит, уже три дня они здесь. Следовательно, если бы пришли с запасом, то запас истощился бы. Потому-то и чудо сотворил он и в первый, и ни в первый, ни во второй день, но когда вышло у них все. Чтобы наперед, восчувствовав нужду, тем с большим восторгом приняли чудо. Для того и говорит, чтобы не ослабели в пути, показывая тем, что далеко было доселение, и что у них ничего не осталось. Но если ты не хочешь отпустить их голодными, почему не творишь знамения? Чтобы своим вопросом и ответом учеников возбудить в них большее внимание и дать им в случае показать веру свою, подойти к нему и сказать, сотвори хлебы. Но и тут они не поняли цели вопроса. Вот почему после, как повествует Марк, Христос и говорит им, «Так легко менили сердца ваши, что имея очи не видите, имея уши не слышите. Если бы этого не было, то для чего говорить ученикам и давать знать, что народ достоин благодеяния, и прибавлять, что он милосердует о нем». Матфей говорит, что после он еще укорял их, говоря, «Мы-то ли, маловерные ли, не разумеете ли и не помните ли еще пять хлебов, как насытились пять тысяч, и сколько осталось в корзин? И не семь ли хлебов, когда накормили четыре тысячи, и сколько осталось в корзин?» Так согласны между собой евангелисты. Итак, что ж, ученики, они еще присмыкаются долу, и хотя Христос всячески старался запечатлеть в их памяти это чудо, и вопросом, и ответом, и тем, что сделал их раздаятелями хлеба, и что короба остались, но они все еще оставались несовершенными. Почему? И говорят ему, ученики, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» И раньше, и теперь они все поминают о пустыне, и хотя говорят это не рассудили надлежащим образом, но самое чудо и здесь не подвергает никакому сомнению. Но чтобы кто-нибудь не сказал, как я уже и прежде заметил, что он хлебы получил из какого-нибудь ближайшего селения, то указывается на самое место, чтобы чудо было вне сомнения. Поэтому-то, как первое, так и это чудо он творит в пустыне, далеко отстоящее от селения. Но ученики, ничего этого не понимая, говорили, «Откуда нам в пустыне взять столько хлеба?» Они весьма неразумно думали, что он говорит им это в намерении поручить им самим напиток, напитать народ. И прежде он для того говорил «Дайте им есть, вы», чтобы дать им случай просить его об этом. Теперь же и того не говорит «Дайте им есть, ну что?» «Жаль мне народа сего, и не хочу отпустить их неевшими». Этими словами он еще ближе наводит их на мысль, еще сильнее побуждает и дает разуметь, чтобы они просили его напитать народ. Эти слова показывали, что он может не отпустить их голодными, и свидетельствовали о его могуществе. Это именно и означало слово «не хочу». Но так как они, несмотря и на это, не поняли сказанного Христом и упомянули о народе, и о месте, и о пустыне, сказали именно «Откуда нам в пустыне взять столько хлеба, чтобы насытить столько народа?» То он уже сам прямо вразумляет их и говорит им «Сколько хлеба имеете?» Они же сказали «семь и немного рыбок». Не говорят уже, но что этот столь мало, как прежде говорили? Так, хотя они и не все вдруг понимали, но все же мало-помалу приобретали более высокое познание. И сам он, возбуждая этим их мысли, спрашивает так же, как и прежде, чтобы самым образом вопроса напомнить им о прежде совершенном чуде. «Ты же, приметив из этого их совершенства, познай вместе и любомудры их разум и подивись их любви к истине, как сами они в своих писаниях не скрывают собственных недостатков и притон великих. В самом деле, немалая вина так скоро забыть чудо, недавно бывшее. За это Господь их укоряет». 545. «Кроме того, познай их любомудрее и в другом отношении именно. Как мало заботились они о чреве, как привыкли немного думать о пище, находясь в пустыне и пребывая в ней три дня, имели только семь хлебов. Во всем прочем, Господь поступает подобно прежнему, рассаживает их на земле и делает так, что в руках учеников не убывает хлебы. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. Но что за этим следовало, не походило на прежнее. И ели все, и насытились, и набрали оставшиеся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. Но почему тогда от пяти тысяч осталось двенадцать коробов, а здесь от четырех тысяч осталось семь корзин? Итак, для чего и почему остаток был меньше, хотя и евших было меньше? Можно сказать, что или корзины были больше коробов, или, если не то, надо бы надумать, что Господь опять, чтобы сходство чудо не довело их до забвения. Таким различием пособляет их памяти, чтобы помни, сделанные иначе, помнили то и другое чудо. Поэтому-то в первом случае число коробов с остатками делает равным числу учеников, а теперь число корзин равным числу хлебов. И в этом он обнаруживает незреченную силу и свободу могущества, показывая, что и так, и иначе может творить чудеса. Подлинно. Делом немалого могущества было то, что он соблют число как тогда, так и теперь. Тогда было пять тысяч, а теперь четыре тысячи. Остатков же было ни больше, ни меньше. В первом случае число коробов, а во втором корзин. Хотя число евших было различное. И что далее следует подобно прежнему? Как тогда, оставив народ, Христос вошел в корабль? Так и теперь. И Иоанн тоже говорит. Так как никакое чудо не располагало, столько народ следовать за ним, как чудо хлебов, даже хотели не только за ним следовать, но и сделать его за это царем, то Христос, избегая даже и вида властолюбия, удаляется после этого чудотворения и не пеший уходит. Но чтобы не мог следовать народ, входит в корабль. И отпустил, говорит народ. И он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. И приступили фарисеи и садуке, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ. Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прибодейный знамений ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамений он и пророка. И оставив их, отошел. А Марк говорит, что когда они пришли к нему и спрашивали, воздохнув духом своим, сказал, для чего род сей ищет знамения, хотя такой вопрос должен был возбудить гнев и негодование. Однако человеколюбивый и милосердный Господь не гневается, но сожалеют и болезнуют они, как они исцельно больных, которые после стольких доказательств его могущества все еще искушали его. Они спрашивали его не для того, чтобы уверовать, но чтобы уловить. Если бы пришли с тем, чтобы уверовать, он дал бы им знамения. Тот, кто сказал жене, нехорошо, и потом дал, тем более дал бы им. Но так как они просили знамения не для того, чтобы уверовать, то Спаситель называет их в другом месте и лицемерами, за то, что они одно говорили, а другое думали. Если бы они веровали, то не просили бы и знамения. А что они не веровали, это видно из того, что после укора и обличения уже не настаивали на своей просьбе, не сказали, мы не знаем и хотим научиться. Какое уже знамение с неба просили? Остановить солнце или удержать луну, или низвести молнию, или произвести перемену в воздухе, или сделать что-нибудь подобное. Что же на это отвечает Христос? Лицо неба и земли вы умеете распознавать. Видишь ли, кроткость и снисходительность. Он не просто отказал, как прежде, не сказал, не дастся ему, но указывает и причину, по которой не дает. Хотя они и не для того спрашивали, чтобы научиться. Какая же причина? Как на небе, говорит он, иной признак ненастия, иной ведра. И никто, видя признак ненастия, не будет ожидать хорошей погоды, а в хорошую погоду ненастия. Так и обо мне должно рассуждать. Иное время настоящее пришествия, и иное будущего. Ныне нужны знамения на земле, а знамения на небе отложены до будущего времени. Ныне я пришел как врач, тогда явлюсь как судья. Ныне пришел взыскать заблудшее, тогда приду потребовать отчета. Потому ныне пришел скрытно, тогда приду со всей торжественностью, совью небо, сокрою солнце, лишу света луну. Тогда и силы небесные подвигнутся, и явление мое пришествие будет подобно молнии, которая вдруг всем является. Но не ныне время этих знамений. Я пришел умереть и претерпеть поноснейшие страдания. Не слыхали ли, что пророк говорит? Не проречет, не возопиет, и не услышится голос его, и еще другой. Сойдет, как дождь на руно. Солом 71.6, Исайя 52.2, 547. Если укажете на знамения бывшей при фараоне, то те знамения тогда были кстати, потому что нужно было избавиться от врага. А кто пришел к друзьям, тому нет нужды в таких знамениях. И что мне производить великие знамения, когда малым нет веры? Малыми их я называю по видимости, потому что по внутренней силе последствия гораздо более первых. В самом деле, что может сравниться с отпущением грехов, воскрешением мертвого, изгнанием бесов, исцелением тела, словом, с восстановлением всего? Ты же заметь, как ожесточено сердце иудеев. Слыша, что не дав своим знамения, кроме знамений он и пророка, они не расспрашивают его, хотя зная пророка и все с ним случившееся, и вновь слыша об этом от Христа, они должны были спросить и узнать, что значило сказанное. Но я сказал, что они просят знамения не с желанием научиться. Вот почему Христос, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Почему же сказал, берегитесь учения? Очевидно, что хочет напомнить им о бывшем, знав, что они то забыли. Прямо обличать их не было, видимого основания. Но от них же самих, взяв повод укорить их, делает обличение не так для них чувствительным. Почему же не тогда укорил их, когда говорили, откуда нам в пустыне взять хлебов? Казалось, что тогда, кстати, было сказать, но не сказал, чтобы не дать знать, что он хочет сотворить чудо. Притом не хотел и их обличать. И сам хвалиться перед народом. Теперь же приличнее было обвинять их, так как и после двукратного чуда они не вразумились. Вот почему же после второго чуда укоряет их и выводит наружу то, о чем они думали. О чем же они думали? Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Они еще заботились об иудейских очищениях и наблюдали разборчивость в пище. За все это Христос и укоряет их с большей строгостью, говоря, оразумев, то Иисус сказал им, что помышляете себе, маловерные, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Висли сильное негодование. Нигде еще он так не укорял их. Для чего же делает это? Чтобы опять отвергнуть предрассудок их касательно пищи. Почему-то тогда он сказал только, не разумеете и не помните ли, здесь же сильный укоризный говорит, маловеры и кротость не везде уместна. Как давал им полную свободу, говорит, так и укоряет их и то и другое дело для их спасения. Смотри же, как он был строг и снисходителен. Он едва не извиняется перед ними, что их укорил с такой силою, когда говорит, еще ли не помышляете о пяти хлебах? Для того означает число как евших, так и остаток, чтобы напомнить им о прошедшем и сделать более внимательными к будущему. А чтобы тебе узнать, что произвела укоризна и как пробудила их усыпленный ум, послушай, что говорит евангелист, хотя Господь ничего более не сказал, а укоривший присовокупил только, как же вы не разумеете, не помните, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, но они, говорит, дали евангелист, тогда уразумели, подумали, что Иисус говорит им, это значит, что хлебом мы не взяли, чего сам он не объяснял. Смотри, сколько доброго произвела укоризна. Она заставила их отстать от иудейской разборчивости и из беспечных сделала внимательными и освободила их от честолюбия и маловерия, так что они перестали приходить в страх и трепет. Тогда случилось им иметь мало хлебов и не заботились, чем утолить голод, но все это презирали. Так и мы не должны всегда поблажать подчиненным, равно не должны искать того, чтобы начальники наши нам поблажали. Для души человеческой необходимы оба эти врачебства и строгость, и снисходительность. Вот почему и Бог целой вселенной так распоряжается, что иногда употребляет строгость, а иногда снисходительность и не попускает быть ни благополучия без скорбей, ни бедствия без радостей. Как в природе бывает, то ночь, то день, то лето, то зима, так и у нас, то печаль, то радость, то болезнь, то здоровье. И так, не делись, когда ты болен, иначе должен будешь делиться, когда ты и здоров. Не смущайся, когда ты печален, иначе должен будешь беспокоиться, когда и весел. Все совершается по естественному порядку. 549. И что делишься, если с тобой это случилось? Кто не знает, что тоже случалось и со святыми, а чтобы тебе понять это, изобразим ту жизнь, о которой ты думаешь, что она вся исполнена удовольствиями и свободна от забот. Хочешь ли, рассмотрим жизнь Авраама с самого ее начала. Что же он прежде всего услышал? Выйди из земли твоей и от рода твоего. Видишь ли, что требование очень неприятно, но смотри, сколько следует за тем радостного, и пошел в землю, иди в землю, которую я покажу тебе, и сделаю, произведу от тебя, народ великий. А что, когда пришел в землю, достиг пристани, кончились ли скорби? Отнюдь нет. Опять следуют новые скорби, тягостнее прежних, голод, странствование, похищение жены, а затем ожидали его другие радости, поражение фараона, отпуск с честью, со многими дарами и возвращение в дом. И вся остальная жизнь представляет такую же цепь радостей и печалей. То же самое случилось и с апостолами. Потому Павел и говорит, утешающий нас во всякой скорби. Второе Коринфянам 1.4 Но ты скажешь, как это идет ко мне, который всегда нахожусь в скорбях? Не будь ничего свителен и неблагодарен. Никому невозможно быть всегда в скорбях. Этого не перенесет природа человеческая. Но так, как мы всегда желаем быть в радости, то и думаем, что всегда находимся в печали. Кроме того, так как радостное и приятное мы скоро забываем, а печальное всегда помним, то и говорим, что всегда находимся в печали. Человеку по природе это невозможно быть всегда в печали. Если угодно, рассмотрим жизнь, проводимую в неге, забавах и роскоши, и жизнь в нужде, в бедствиях и горестях. Мы покажем вам, что как та имеет свои горести, так и эта имеет свои радости. Но будьте спокойны. Вообразите себе человека, заключенного в оковы, еще юного, осиротевшего царя, который получил великое богатство. Вообразите также работника, который трудится целый день, и человека, который все время проводит в неге. Хочешь ли, мы опишем прежде скуку преданного неге человека, представь, как должны волноваться его мысли, как ищет он славы не по силам своим, когда слуги его презирают, когда низшие оскорбляют, когда тысячи его винят и осуждают его расточительность, а того и пересказать нельзя, что еще обыкновенно случается с такими богачами, как то вражда, оскорбления, обвинения, убытки, злоумышления завистников, которые, когда не могут себе присвоить его богатство, завлекают молодого человека в разные дела, всячески расстраивают и причиняют ему тысячи беспокойств. Хочешь ли, опишу тебе приятности в жизни работника, он свободен от всего исчисленного, если кто и обидит его, не оскорбит, потому что никому себя не предпочитает, потери имения не страшится, ест с удовольствием, спит беззаботно, не с таким удовольствием пьет иное паское вино, каким он приходит к источнику и пьет ключевую воду, но не такова жизнь богача, а если этого тебе мало, то чтобы одержать над тобой еще большую победу, сравним царя с узником, и ты не раз увидишь, что узник наслаждается удовольствием, веселится и скачет, а царь напротив диадемии Порфири скучает, имеет тысячи забот и обнирает от страха. Никому, никому нельзя жить без печали, равно как и без всякого удовольствия, этого не вынесла бы и природа наша, как я сказал прежде. Если же один более радуется, а другой более скорбит, то происходит это самого человека, который скорбит по малодушию, а не от природы вещей. Если же хотим всегда радоваться, то много имеем к тому случаев. Если утвердимся в добродетели, то ничто уже нас не будет печалить. Добрая надежда внушает она тем, кто приобрел ее, делает их угодными Богу и почтенными перед людьми и дает им неизреченную отраду. Правда, многого труда стоит утвердиться в добродетели, но зато она много радует совесть и столько производит внутреннего удовольствия, что никаким словом и выразить нельзя. В самом деле, что тебе кажется приятным настоящей жизни? Стол ли роскошной? Здравия ли телесная? Слава ли богатства? Но все эти удовольствия покажутся весьма горькими, если сравнить их с удовольствием внутренним. Поистине нет ничего приятнее неукоризненной совести и доброй надежды. 551 Если хотите увериться в этом, испытаем человека близкого к смерти или престарелого и припомнив ему о роскошных столах, которыми он услаждался, о славе и чести, равные о добрых делах, какие он когда-либо делал и совершал. Спросим его, что больше его радует? И видит, что, вспоминая первое, он стыдится и закрывает лицо, а, вспоминая последнее, восхищается и ликует. Так языки, когда из немог, вспомнил не о славе, не о царстве, не о столах роскошных, но о правде. Помяни Господи, говорит он, как я ходил перед тобой путем правым. 4 цар. 23 Посмотри, как и Павел, восхищается добрыми делами и говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Скажешь, о чем ему было и говорить? О многом и большем этого, о почестях ему возданных, об охранителях, которые имелись у него, и о многократных услугах. Не слышишь ли, что он говорит? Как ангела Божия приняли меня, как Христа и Иисуса, если бы возможно было, ты очень исторгли бы для меня. И что души свои вы полагали за меня? Однако он говорит не об этих почестях, но о трудах, об опасностях и соответствующих им венцах. И весьма справедливо. Кто остается здесь? А это за нами последует. Зато дадим отчет, а за это получим награду. Или не знаете, как возмущает душу грехи в день кончины? Как волнует сердце. В эти-то минуты воспоминания о добрых делах подобно ведру во время бури успокаивают смущенную душу. Если будем бодрствовать, то страх этот не разлучен будет с нами еще и в жизни. Когда же останемся бесчувственными, то он без сомнения предстанет тогда, когда будем разлучать от этой жизни. Так и узник тогда особенно скорбит, когда выводит его на суд. Тогда особенно трепещет, когда приближается к судилищу. Когда должен дать отчет. Вот почему много ходит рассказов об ужасах при последнем конце и страшных явлениях, которых самый вид нестерпим для умирающих. Так что лежащий на одре с великой силой потрясает его и страшно взирает на предстоящих, тогда как душа силится удержаться в теле и не хочет разлучиться с ним, ужасаясь видение приближающихся ангелов. Если мы, смотря на страшных людей, трепещем, то каково будет наше мучение, когда увидим приближающихся грозных ангелов и неумолимые силы, когда они душу нашу повлекут и будут отторгать от тела, когда много будет она рыдать, но напрасно и без пользы. И богач, упоминаемый в Евангелии, много плакал по смерти, на это не принесло ему никакой пользы. Все это, напечатливая в уме и всегда представляя, чтобы и нам не потерпеть того же, удержим в свежей памяти страх смерти, чтобы избежать наказания за наши грехи и получить вечное благо, которых и расподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому и Животворящему Духу. Слава ныне и присна и во веки веков. Аминь.